До 1 декабря осталось меньше трёх недель, а потому зеленодольцы спешат заплатить налоги за 2015 год. Надежда Викторовна уведомление на почте получила, но квитанция куда-то затерялась. Пришлось обращаться в налоговую службу. Узнать, есть ли задолженность за текущий год, чтобы не было никаких задолженностей, всё уплатить. Другие пришли сюда, потому что не получили почтовое извещение. Соответственно, уведомления с указанием суммы налога на руках нет. В прошлый год тоже не было, сама приходила. До этого были вот уже, а два года нет. До 1 декабря хотелось бы тоже заплатить, чтобы всё было уплачено у меня. Вот такие добропорядочные мы. В этом году расчёт налогов на имущество физических лиц производится на федеральном уровне. Рассылка уведомлений идёт через Центр обработки данных, который находится в Башкирии. Сократились сроки между сроком уплаты и сроком доставки этого удаления гражданину. Если раньше срок этот был от 3,5 до 3 месяцев, то сейчас он сократился от 1,5 до 1. То есть очень короткое время для уплаты. Для удобства зеленодольцев налоговая служба работает без перерыва на обед. Во вторник и четверг до 21 часа. А также до 13 часов каждую вторую и четвёртую субботу месяца. Так как до срока уплаты осталось меньше 30 дней, в среднем за день проходит где-то около 500-600 физических лиц граждан. Из 80 тысяч уведомлений, которые пришли в почтовое отделение города и района, 8 тысяч ещё не получены адресатами. Те, кто уже получили извещение и не обратились на почту за получение уведомления, надо подойти и обязательно получить. Иначе будет просрочен срок уплаты и будет начисляться пение. Если сумма налогов не превышает 100 рублей, граждане уведомлений не получат и не будут нести ответственности, не заплатив налог. Эта сумма перейдёт в оплату следующего года. 25 лет в эфире. С вами и для вас.